...человека, ведущего двойную жизнь. Днём семья, жена, ребёнок. Ночью, в поисках приключений мужчин, через неприметную дверь на улицу выскальзывал бы, переодетый женщиной, сиятельный князь Юсупов. Да не успел. Дворец отобрали. От страсти к переодеванию в женское князь не избавился до конца своей долгой жизни. Но Бог ему судья. Это было его личное дело и не самый большой его грех. А подвал заговорщики в своих воспоминаниях из деликатности станут называть столовая. Впрочем, после убийства Распутина князь с женой действительно обедали в этом подвале. Гордостью коллекции драгоценных камней рода Юсуповых была огромная жемчужина Перегвина. По преданию, она принадлежала египетской царице Клеопатрии. Жемчужины было две. Но одну, наперыв в честь Антония, владычица Египта велела растворить в уксусе, чтобы осталась и единственная жемчужина в мире. Единственная, как сама Клеопатра. По Петрограду ходили темные слухи, что в этой столовой князь Юсупов любил устраивать тайные представления пьесы своего кумира Оскара Уайлда. Соломей. Роли Соломей и Иоанна Крестителя исполняли мальчики из балетных. Впрочем, тогда это было модно. Но злая молва утверждала, что в финале пьесы в подвале Юсупова проливалась настоящая кровь. Здесь доведенный до отчаяния ревнивый любовник князя пытался покончить самоубийством. К счастью, его спасли. Но все это со слов Матрены Распутиной. Дочь, как могла, отомстила за смерть отца. Подвал Юсупов успел превратить из угольного склада в бомбонет только в день убийства Распутина. Но достоверно известно, что любовника Феликса Юсупова звали великим князем Дмитрием. Почему-то именно в этом подвале таинственный консультант по ликвидациям рекомендует пролить кровь Григория Распутина. В 6 часов вечера, 16 декабря, Юсупов со спугами закончили все приготовления. В Олькове подставили кресло, постелили на пол медвежью хуру и принесли распятие. Ловушка была готова. Ловушка для Антихриста. На столе яд, в гости князю Юсупову.